Здравствуйте, дорогие друзья! Хотите узнать, как проявляется коронавирусная инфекция? Сегодня я, кандидат медицинских наук, иммунолог Мира Панова, расскажу о признаках заражения коронавирусом. Коронавирусная инфекция – это острое вирусное заболевание, вызываемое вирусами из рода коронавирусов. Передается чаще воздушно-капельным, реже контактным и фекально-оральным путем. Клинически характеризуется интоксикацией разной степени тяжести, а также воспалительным процессом верхних и нижних дыхательных путей, вплоть до развития пневмонии с риском тяжелого острого респираторного синдрома, в сочетании иногда с гастроинтестинальным синдромом. Инкубационный период от 2 до 14 дней. Основные признаки заражения коронавирусом – повышение температуры тела, кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты, сбивчивое или затрудненное дыхание, одышка. Могут быть также озноб, потливость, общая слабость, боли в мышцах и ломота в теле, головная боль, насморк, фаренгит, ощущение заложенности в носу и грудной клетке, понос, тошнота, рвота. При наличии этих симптомов немедленно вызовите врача на дом. У большинства людей, около 80%, болезнь заканчивается выздоровлением. При этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Но примерно в одном из шести случаев коронавирусной инфекции возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых и у лиц с сопутствующими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания гораздо выше. Наиболее частые осложнения – двусторонняя вирусная пневмония, осложненная острым респираторным дистресс-синдромом или отеком легких. Возможно остановка дыхания, что требует искусственной вентиляции легких и оказания помощи в условиях отделения реанимации. Неблагоприятные исходы развиваются при прогрессирующей дыхательной недостаточности, при соединении вторичной инфекции, протекающей в виде сепсиса. Какие же возможны осложнения при коронавирусной инфекции? Это отек легких, острый респираторный дистресс-синдром, острая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, инфекционный токсический шок, геморрагический синдром, полиорганная недостаточность, то есть нарушение функции многих органов и систем. Поэтому крайне важно немедленно вызвать врача. Только своевременное обращение за медицинской помощью позволит медикам оперативно оказать вам помощь, а также поможет в профилактике распространения вируса. В поликлиниках и инфекционных больницах сразу же возьмут анализы на коронавирус. Тест проводится бесплатно. Результаты анализа выдают через 3-4 часа после сдачи теста. Берегите себя и своих близких! Подписывайтесь на мой инстаграм мира нижнее подчеркивание панова с заботой о вашем здоровье доктор, кандидат медицинских наук мира панова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова